Казарина Ладушка. Победа над возрастом. Как забыть о цифрах в паспорте и наслаждаться молодостью. От автора. Приветствую вас, дорогие слушатели. Уверена, что среди вас есть мои подписчики и последователи. Те, с кем мы давно знакомы, тесно общаемся, вместе разгадываем загадки и секреты женской красоты. Я очень рада и новым знакомствам с теми, кто слышит обо мне впервые, но готов присоединиться к нашему сообществу красивых, здоровых, счастливых, уверенных в себе, очаровательных женщин. Меня зовут Эллада, мне 48 лет. Я очень счастливый человек, потому что мой мир, моя работа и вся моя жизнь наполнены красотой. Я веду на YouTube канал, посвященный теме антиэйдж – молодости, красоте, здоровью, оптимизму и вдохновению. Сначала я просто делилась со слушателями советами и находками, которые могли бы помочь другим женщинам прекрасно выглядеть и чувствовать себя отлично. Однако со временем я поняла, что ежедневно сотни и тысячи женщин заходят на мой канал не только для того, чтобы узнать что-то новое, полезное, интересное, но и получить что-то большее, то, что вселяет в них оптимизм, надежду, веру в собственную привлекательность и делает их счастливее. С тех пор я трачу много времени и усилий на то, чтобы наши женщины были красивыми и счастливыми в любом возрасте. Да, у красоты, молодости и хорошего настроения есть свои секреты. И нет, они вовсе не связаны с дорогостоящими косметологическими процедурами, чудодейственными кремами и сыворотками, уколами молодости и прочими штучками из глянцевой рекламы. Сиять красотой может только по-настоящему счастливая женщина, которая понимает и принимает собственную женскую природу и живет в гармонии с собой и миром. Именно такими я хочу видеть и вас, дорогие слушательницы, здоровыми, счастливыми, свободными и вдохновленными. Все мои советы основаны исключительно на личном опыте. Я не претендую на роль гуру в вопросах здоровья и красоты. Я пробую, испытываю и делюсь этим опытом с вами. Тему аудиокниги мне тоже подсказали вы, мои подписчики, зрители, слушатели и читатели. Она о естественном омоложении и здравлении. Давайте смело и открыто поговорим о возрасте и красоте, обсудим волнующие нас вопросы и проблемы. Сложные проблемы не имеют простых решений, скажете вы. Это так, но можно всю жизнь стремиться к идеалу и не достичь его, потому что вы не можете стать той, кем в принципе быть не можете. Каждой женщине важнее быть красивой, а не казаться, ощущать себя счастливой, а не создавать иллюзию. Поэтому я ищу только естественные решения, а искусственные и дисгармоничные отвергаю. Если вам кажется, что зрелость и естественная красота несовместимы, вам придется отказаться от этого заблуждения. Введение. Я всегда стремилась к здоровому образу жизни. Занималась фитнесом, не курила, не употребляла алкоголь, разве что очень редко позволяла себе разбавленное вино, никогда не переедала. Но с возрастом резервы любого организма истощаются, и жизненная энергия начинает угасать. Меняется не только овал лица и появляются морщинки, но и снижается жизненный тонус, эмоциональный настрой, а вместе с ним приходят волны плохого настроения, неудовлетворенность собой, тоска. В жизни наступает время минора. Что ж, минуты раздумий, тихой грусти, меланхолии совсем не вредны, а иногда очень даже полезны для человека. Но застревать в этом состоянии и жить с таким настроем нельзя. Почему бы не отвоевать часть территории у надвигающейся старости, к которой я, кстати, тоже отношусь философски, и не поработать над своей внешностью и самочувствием, причем над самочувствием в первую очередь. Женщина в любом возрасте должна украшать собой мир, но истинная красота не должна и не может быть оторванной от реальности. Представление о красоте должно быть адекватным каждому периоду жизни женщины. Молодости присущи свежесть, непосредственность, наивность, зрелости, чувство стиля и меры, зрелая сексуальность, элегантность, пожилому возрасту, благородство, сдержанность, чувство собственного достоинства. Но в любом возрасте для женщины очень важно ее самочувствие, то, как она ощущает себя в окружающем мире, ведь главным критерием молодости является не столько внешность, сколько высокий уровень жизненной энергии и оптимистичный настрой. Стремление к молодости и красоте – это не просто комплекс каких-то физических упражнений, система по уходу за лицом или набор косметических процедур. Это безусловная ценность, которая должна занять свое место в вашей системе жизненных приоритетов. Но фанатичное следование принципам здорового образа жизни – это совсем другая история. И она уже не про здоровье и естественную красоту. Напряженное лицо, повышенная тревожность, животный страх за свое тело. Возникают такие психические расстройства, как орторексия, анорексия и так далее. Искусственность, нездоровое увлечение пластическими операциями и другими агрессивными косметологическими процедурами разрушают природную целостность женщины. Лихорадочная гонка за своим образом из прошлого все больше отдаляет женщину от своей сути, она рискует оторваться от реальности, что иногда приводит к довольно тяжелым последствиям. Подтверждение тому множество по-настоящему уродливых лиц, ставших такими в результате бесконечной погони за вечной молодостью. Я за естественное омоложение и оздоровление, ведь истинная красота и женственность – это состояние единения со своей природой, гармония и умиротворенность. Меня часто спрашивают, что является самым эффективным антиэйджингом. Самое мощное антивозрастное средство – это не зацикливаться на антивозрастных средствах и не поддаваться погоне за мнимой молодостью. Все, зачем мы бежим, что пытаемся удержать, чем стремимся овладеть раз и навсегда, сопротивляется нам. Занимаясь оздоровлением и антиэйджингом, не стоит ждать конкретных результатов. Далеко не все результаты можно увидеть или измерить количественно, но их можно почувствовать. Разве мудрецы не учат нас наслаждаться процессом, а не результатом? Результат – это категория мужского мышления. Для женщины более важен сам процесс, в ходе которого она раскрывается и глубоко познает себя. Не ставя перед собой конкретных целей, женщина чудным образом достигает желаемого результата. Сильное желание чего-то, страстное стремление получить это, отчаянная борьба за молодость любой ценой – все это вызывает в организме женщины внутреннее напряжение. И как следствие, мрачное или недовольное выражение лица, спазмы, нарушение кровообращения, отечность, морщины. Поэтому самый мощный антиэйджинг – это внутренняя свобода, принятие реальности и определенная доля расслабленности. Именно об этом моя аудиокнига. Здоровье – это разумный подход к себе и к жизни, принятие своей индивидуальности, уважение к потребностям своего организма. Принцип здорового образа жизни и антиэйдж – это неперекраивание себя в угоду трендам, поликалам от фотошопленных инстакрасоток, а улучшение того, что есть. Возьмите материал, как горшечник берет глину, и лепите из этого лучшую версию себя. Глава первая. Старость отменяется. Три правила для борьбы со старением. Скажу сразу, я не делаю уколы красоты, не стремлюсь выглядеть моложе своего возраста. И вообще, фокус не в том, чтобы замаскировать морщинки. Тем более, что при нынешнем уровне развития индустрии красоты с этим нет никаких проблем. Для меня на первом месте хорошее самочувствие и оптимизм. Это мощная энергия и дух молодости, который влияет на качество жизни. Бороться с морщинками, но быть развалюхой – это не для меня. Маскировка признаков старения не поможет справиться с унынием и депрессией. Только серьезная работа с умом и душой поможет противостоять тем разрушительным процессам, которые ждут женщину в период менопаузы. И чем раньше мы задумаемся над этим, тем комфортнее будет проходить этап нашего взросления. Важен правильный настрой. Оптимистичный настрой, то есть жизнелюбие, я ставлю на первое место, потому что именно он является признаком созидательного, а не разрушительного состояния души. И если вы думаете, что возраст – это повод для грусти и разочарования, то вы ошибаетесь. Уныние, хандра, плохое настроение разрушают человека в любом возрасте. Неважно, 25 вам или 50. Мужчина вы или женщина. Но противодействовать плохому настроению можно, и это в наших силах. Мы сами решаем, как нам жить и какими быть. Можно превратиться в поросенка, а можно стать человеком с большой буквы. Всегда есть выбор. Проснись утром и выбери созидательную жизнь. Сними этот унылый халат. Надень то, что нравится, что радует. Сделай красивый макияж, завари вкусный чай, налей его в изысканную чашечку, которая давно пылится в шкафу для особого случая. Вот он, этот особый случай, сегодняшний прекрасный день. Займись тем, что действительно считаешь важным. Ты почувствуешь себя легкой и свободной. Ты летишь. Физиологический запас сил и энергии, с которым мы рождаемся, неизбежно угасает с возрастом. И восполнить этот запас можно только тогда, когда человек встречается с самим собой, познает себя, развивается. Нужно прийти в свой внутренний центр. Но если он не построен или в нем нет духовного наполнения, человек начинает распадаться. Поэтому так необходима внутренняя работа над собой. Противодействовать плохому настроению в наших силах. Для красоты очень важна работа над своим характером и бодрое состояние духа. Чем дальше, тем крепче должны быть внутренние позиции. В любом возрасте нужно стремиться к созиданию, уделять внимание себе, своему внутреннему миру, духу. Будьте доброжелательны и держите позитивный настрой. Для красоты очень важна работа над своим характером и бодрое состояние духа. Чем дальше, тем крепче должны быть внутренние позиции. Движение заряжает энергией. Многие пренебрегают движением, выбирают жизнь на диване, у телевизора или компьютера. В результате лишний вес, плохое настроение, депрессия, обвисшая кожа, хрупкие кости. Природа нас создала так, что мы должны много двигаться. Нашим предкам нужно было очень постараться, чтобы выжить и обеспечить себе пропитание. Однако развитие цивилизации отменило необходимость высокой физической активности, подменив это таким сладким словом «комфорт». Мы пользуемся автомобилем, такси или общественным транспортом. Поднимаемся на лифте, ходим в магазины шаговой доступности, нередко заказываем еду на дом. Одним словом, живем в комфортной среде. Неудивительно, что от недостатка движения мы набираем лишний вес, наши кости становятся хрупкими и ломкими, возникает угроза диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, да и психологическое состояние оставляет желать лучшего. Но это не признаки старости, это последствия малоподвижного образа жизни. Притормозить эти явления можно с помощью физической активности. Чтобы попрыгать, поприседать или пройти хотя бы 8 тысяч шагов в день, не обязательно покупать дорогой абонемент на фитнес или куда-то далеко ехать. Я сочетаю разные практики. Иногда это суставная гимнастика, иногда цигун, а иногда просто танцы под приятную музыку. Важное условие. Это не должны быть выматывающие упражнения. С юности и до 40 лет я качалась в спортзале, пытаясь нарастить мышечную массу. На алтарь мнимой красоты я положила часть своего здоровья. Стали болеть коленные суставы, появились проблемы с позвоночником. Теперь я придерживаюсь другого мнения. Физическая нагрузка не должна забирать энергию, а наоборот наполнять ею. Необходим баланс нагрузок и разгрузок, а усталость должна сопровождаться приятным чувством наполненности. Вы должны чувствовать себя так, как будто у вас выросли крылья, и вы летите, парите над землей. В главе 3 я расскажу вам о техниках омоложения тела и практиках, которые вы сможете применять ежедневно. Попробуйте, результат вас порадует и удивит. Питаться полноценно и не переедать. Организм должен получать необходимое количество ценных питательных веществ, но нельзя переедать. Даже если вы очень стройная и подтянутая девушка 20 лет, приучите себя к определенной культуре питания. Не обольщайтесь. Если будете питаться беспорядочно, то и вы вскоре превратитесь в толстуху. А в 40-50 объедаться категорически запрещено, по той простой причине, что это опасно, так как чревато серьезными проблемами со здоровьем, такими как диабет, гипертония, заболевания опорно-двигательной системы и так далее. Помните, легкое чувство голода и сокращение объемов порций – залог вашей красоты и молодости. Полноценное питание и здоровое недоедание нужно уметь совмещать, чтобы не допустить недостатка в организме необходимых питательных веществ, витаминов и минералов. Этому мы тоже будем учиться. Я расскажу, как подобрать здоровые продукты, которые позволят вам не набирать ненавистные лишние килограммы и дадут организму намного больше, чем промышленным способом обработанная, пустая и нередко вредная еда из супермаркета. Освежающий антиоксидантный чай станет прекрасным дополнением к дневному рациону красоты. От недостатка движения мы набираем лишний вес. Кости становятся хрупкими и ломкими, возникает угроза диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, настроение на нуле. Все это последствия малоподвижного образа жизни. После 40-50 переедать запрещено и очень опасно. Легкое чувство голода и сокращение объемов порций – залог вашей красоты и молодости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова